Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2, телефоны 48300 и 48333. Субтитры предоставил DimaTorzok День памяти. 15 февраля – 26-я годовщина вывода войск из Афганистана. В школах города-курорта прошли митинги и встречи с ветеранами локальных войн. По городам воинской славы в Анапе возрождают экскурсии для школьников. Отправной точкой познавательных поездок стала Республика Крым. «Пою мою Отечество» в Анапе галоконцертом завершился муниципальный этап краевого конкурса «Патриотическая песня». А сейчас обо всем подробнее. Высокое собрание. Анапу с рабочим визитом посетили депутаты четырех комитетов законодательного собрания Кубани. В центре внимания парламентариев – реализация краевых законов и целевых программ на территории курорта. Перед стеллой Анапа «Город воинской славы» собрались участники ЗСК, представители администрации, курсанты Института береговой охраны ФСБ России, школьники и студенты, неравнодушные жители и гости города. На стеле отображено несколько эпох, в том числе момент, когда турецкая крепость Анапа вошла в состав Российской империи и фрагменты событий Великой Отечественной войны. Несмотря на то, что в России уже более 35 городов носят такое звание, объектов, как этот, в стране всего два. От губернатора Кубани Александра Ткачева и депутатов законодательного собрания края цветочную корзину к памятной стеле возложили заместитель председателя ЗСК Петр Курдюк и заместитель директора департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Александр Пчельник. От благодарных анапчан корзину с цветами возложили глава курорта Сергей Сергеев и председатель совета Леонид Кочетов. Также к мемориалу были возложены красные гвоздики от всех участников церемонии. После возложения цветов за работу на выездном совместном заседании комитетов законодательного собрания края в Анапе обсудили обширный перечень вопросов. Большое внимание размещению мировых судей. Также говорили о мероприятиях в сфере здравоохранения, общественной деятельности. Большой спектр вопросов касался военно-патриотического воспитания молодежи. Работа в этом направлении впечатлила депутатов ЗСК. В городе есть хозяин, есть команда. Город чистый, уютный. Везде готовятся к сезону. Клумбы. Обратил внимание, целый торговый ряд выстроен. Уже было устройство сделано, и клумбы высаживаются, то есть обрабатываются. Мы видим, какой большой пласт работы делается, и это вызывает большое уважение. Сегодня во всех школах Анапы проходит торжественное мероприятие, посвященное 26-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Без прошлого нет будущего. Пока мы живы, мы должны помнить о подвиге наших героев. Такими словами начался митинг у памятника «Три свечи». Участниками стали школьники и педагоги средней общеобразовательной школы номер 7. Сюда же пригласили и воинов, участников боевых действий в локальных войнах. После митинга учащиеся вручили прохожим символические красные тюльпаны. Красные тюльпаны надежды дарим для того, чтобы противорез черным тюльпанам, которые увозили наших ребят. И еще раз хотим напомнить, в предстоящее воскресенье 15 февраля в сквере боевой славы Анапы пройдет митинг, посвященный 26-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Памятное мероприятие начнется в 11.00. Рассчитать свою будущую пенсию с 2015 года стало значительно проще. Если раньше формула на сайте пенсионного фонда была для всех одна, то теперь каждый может сделать расчет пенсии для своего случая. С 1 января на сайте открыт личный кабинет застрахованного лица. Подробнее о новой услуге в сюжете. Личный кабинет пришел на смену письмам счастья, которые на четырех листах оповещали граждан об их пенсионных начислениях. Теперь на получение необходимой информации уходит до 10 минут. В режиме видеоконференции состоялась презентация нового электронного сервиса «Личный кабинет застрахованного лица». Начальник управления организации персонифицированного учета Инна Абрамкина и исполняющий обязанности управляющего отделением пенсионного фонда России по Краснодарскому краю Татьяна Ткаченко рассказали о разработке. Попасть в личный кабинет можно на сайте пенсионного фонда, либо через сайт госуслуг. Те, кто уже зарегистрирован на этом портале, могут войти в личный кабинет с теми же логинами и паролем. Вас переведет на сайт госуслуги, попросит ввести пароль, вы его введете и назад вернетесь на сайт пенсионного фонда, но уже войдете в свой личный кабинет. И сразу же, войдя в информацию о сформированных пенсионных правах, вы увидите, сколько баллов вы уже накопили, какой общий стаж у вас на сегодняшний день. С этого года пенсии считают по-новому. На личных пенсионных счетах копятся уже не рубли, а баллы. По новой пенсионной реформе в баллы пересчитаны накопленные до 2015 года отчисления ваших работодателей, иначе называемый индивидуальный пенсионный коэффициент. Результаты этого пересчета теперь каждый может увидеть в личном кабинете застрахованного лица. Гражданин имеет возможность, первое, рассчитать свою будущую пенсию, и в усовершенствованном пенсионном калькуляторе, помимо рассчитанной пенсии, также будет указано количество баллов, которое, предположительно, гражданин наберет за период своей трудовой деятельности. Система персонифицированного учета на личных счетах работает только с 1997 года. Поэтому самые ранние сведения, которые можно получить, начинаются с этого времени. Вся трудовая деятельность до этого момента и накопленные годы стажей и суммы на пенсионных счетах не учтены. Для того, чтобы новый расчет пенсии с 2015 года был полным и точным, необходимо представить в пенсионный фонд вашу трудовую книжку для подтверждения стажа до 1997 года, а также справки о вашей зарплате за любые пять лет работы подряд. Новая пенсия будет рассчитываться для тех, кто уже на нее вышел. Она не уменьшится по сравнению с тем, что уже получает пенсионер, даже в том случае, если новый расчет пенсии покажет меньшую сумму. В этом случае пенсия останется прежней. Заседание Консультативного совета общественных объединений при главе города-курорта прошло в администрации Анапы. Ключевой темой обсуждения стала подготовка к празднованию 70-летия Великой Победы. Повестку дня Консультативного совета формировали сами активисты. Частные вопросы, которых тоже немало, изучат специалисты администрации и дадут ответы. Актуальные для всех анапчан темы вынесли на всеобщее обсуждение. Мы стоим в преддверии празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. И, конечно же, основная цель услышать от вас, потому что время у нас еще есть, возможные предложения по корректировке тех планов, которые мы наметили и притворяем в жизнь уже в течение, наверное, последних трех-четырех месяцев. Общую концепцию предстоящего празднования членом Консультативного совета представила начальник управления культуры Марина Мельникова. Притворение в жизнь масштабных планов по подготовке к знаменательной дате началось еще в прошлом году. Все инициативы городских властей общественники и активисты поддержали и отметили. Наш город воинской славы готовится достойно встретить знаменательный юбилей. Речь зашла о памятных местах, не включенных в реестр. В частности, как утверждают общественники на территории роты ДПС, в Анапе есть памятник погибшему экипажу военного катера. Памятный знак, который был установлен на парковой зоне Джемете. С учетом того, что сегодня в преддверии этого праздника такие мероприятия, достаточно грандиозные будут, вернуться к этому вопросу и все-таки найти, где он и что потерялся. Сергей Сергеев отметил, что восстановление памятных мест – кропотливая работа, и она ведется. У нас таких мест много. Не одно. Мы в прошлом году по Благовещенской решали по месту расстрела наших земляков. То же самое. Ну, уже все с землей сравняли. Там глава по-человечески отнесся, нашел тех, кто помнит. И сегодня это место восстановлено в том виде, в котором оно было. О реконструкции и капитальном ремонте памятников 9 мая рассказала начальник управления ЖКХ Анжелика Базунова. Полностью обновленным встретят юбилей Великой Победы и сквер боевой славы. Эскизный проект уже готов. До 5 мая все работы будут выполнены. Во всех сельских округах будут отремонтированы и приведены в порядок братские могилы и памятники. Благоустройство коснется центральных улиц и скверов Анапы. Корректировки в сторону уменьшения вопросов благоустройства мы не допустим. Вторым в повестке дня был вопрос о земельном участке в парке 30-летия Победы, где установлен памятный знак казакам, погибшим у стен крепости Анапа. Земля была продана в частные руки еще в 2005 году. И с тех пор у участка сменилось пять собственников. Новоиспеченный хозяин через суд потребовал снести памятный камень. Общественность обратилась к главе курорта, но участок был наложен публичный сервитут. Сергей Сергеев подчеркнул, общественность должна участвовать в решении важных для города вопросов. Именно поэтому внедрена практика публичных слушаний и обсуждений. Экскурсии по городам воинской славы. В советском прошлом школьников регулярно возили на экскурсии в разные города. Сегодня эта добрая традиция возрождается. В свое первое путешествие отправились лучшие ученики казачьих классов города-курорта. И не куда-нибудь, а в республику Крым. И наша съемочная группа сопровождала школьников. Подробности смотрите в специальном репортаже Натальи из Мозговой. Этого дня школьники казачата ждали давно. Поездка по городам воинской славы еще недавно казалась только мечтой. Но вот 24 лучших ученика вместе с казаками-наставниками и классными руководителями притихли в ожидании. Этот день настал. Дорогу благословили по всем канонам православной церкви. Осветили автобус, прочитали молитву. Приключения начались с переправы. А дальше во ртовы. Прощай, Таманский берег. Чайки парами, а ребята стайками прямостились на верхней палубе. Большинство школьников на пароме впервые. Плывем в Крым. Море классное вот так вот. С глубины, а не с берега вот так, смотрите. Благополучно переправившись, автобус проследовал в город-герой Керчь. Массивная стела у аджимышкайских каменоломен. Суровые лица тех, кто до последней капли крови 170 дней держал оборону. В каменоломнях полная темнота. Съемки произвести не удалось, но ребята были под впечатлением. Из 10 тысяч бойцов на поверхность вышли всего 7 человек. Под сводом на глубине 16 метров ощущение, что война еще не закончилась. Ребята прочувствовали всю боль и лишение русских солдат. После посещения музея снова в путь. По дороге в Севастополь играли викторину, пели песни. Живем мы в отчем доме. Эй-эй-эй-эй, эй-эй, казаки в Кубанском отчем доме. Город-герой Севастополь для казачат начался с посещения краеведческого музея в Севастопольском центре туризма. Удивительные представители флоры и фауны, минералы, предметы быта древних поселений. Следующим пунктом большой экскурсии по городу русских моряков музей Черноморского флота Российской Федерации. Рассказы о легендарном адмирале Ушакове, боевых действиях и битвах оживали в воображении ребят. Мы находимся в музее в городе Севастополь. Мне больше всего понравилось оружие, которое сохранилось с тех времен. Картины, которые здесь написаны, они нас переносят в ту эпоху. Мне понравилась Керченская каменловня больше всего. Мне понравилось, больше всего запомнилось, когда нам предложили минуту молчания. Когда потушили свет, там было очень темно. Я будто бы перенеслась в те времена Великой Отечественной войны, когда люди 170 дней проводили в темноте. Макеты знаменитых кораблей, схемы сражений, боевое оружие русских солдат. Даже внезапно начавшаяся в Севастополе зима со снегом и ветром не испортили впечатлений. Ровными рядами казачата отправились дальше. Большие военные корабли, словно с картинок учебников. Красивые, мощные. Глаза ребят с любопытством старались уловить каждую мелочь. Потрогать, сфотографировать, запомнить надолго. Десантный корабль «Цейзеркунников» водоизмещением около 11 тысяч тонн впечатлил и ребят, и взрослых. Моряки рассказали, если собрать все снаряды, оставшиеся после Великой Отечественной войны в море, можно накрыть Севастополь трехметровым слоем железа. Очень понравилось. Я не ожидала, что будет так захватывающе. С корабля не на бал, а в музей знаменитой 35-й батареи. Штольни сегодня выглядят иначе, чем 70 лет назад. На стенах портреты героев войны, обрывки писем. Здесь сохранили подлинное оружие, оборудование госпиталей. В память о погибших героях казачата зажгли свечи. Из Анапы привезли и возложили к памятнику солдатам корзину цветов – малую дань великому мужеству. Безопасность путешествий по Севастополю ребятам обеспечивал отряд «Беркут». В автобусе командир «Беркута» Сергей Колбин рассказал ребятам подлинную историю, как приходилось отстаивать Крым, какие военные действия велись в Украине. Жители Севастополя рады вернуться в состав России, сказал он. Севастополь должен, как он в период 2014 года явился искрой для обратного возвращения в лоно Российской Федерации, так и сейчас должен стать таким городом, знаете, интернациональным, объединяющим, многонациональным, чтобы можно было показать, что делить нам нечего. В общем-то, славяне должны быть славяне, должны быть все вместе. Пора в обратный путь. Первая поездка в Республику Крым по местам воинской славы надолго запомнится ребятам. Докунулись в нашу историю непосредственно тем, что дети очень внимательно это все слушали, для них это было близко, они поняли всю боль нашего народа, они поняли трагедию, которая случилась. Я думаю, что они это запомнят на всю жизнь. И самое главное, они вынесли свой урок из этой экскурсии. Поездка прошла на очень высоком уровне, нам всем очень понравилось. Дома ребят ожидал еще один сюрприз. Атаман Анапского районного казачьего общества отметил железную дисциплину ребят в поездке и подготовил всем участникам первого крымского похода именные грамоты. Служу Отечеству и вере православной, отчеканили казачата и попросили сделать поездку традицией. О этой поездке мы мечтали давно. Предполагались несколько городов. Это Волгоград, это, конечно же, Севастополь. Вот нам удалось воплотить нашу мечту в жизнь. И наши отличники казачата со старших казачьих классов, это 7, 8, 9 класс, в этом году посетили город-герой Севастополь. Ну и город-герой Кельщик, соответственно. Кстати, музеи города Героя Новороссийска ученики казачьих классов исследуют ежегодно. В рамках месячника военно-патриотического воспитания подрастающего поколения будет еще немало мероприятий. Но поездку в Республику Крым ребята не забудут. Образы военных лет надолго останутся в памяти и сердце. Пою моё Отечество. Галоконцерт победителей муниципального этапа краевого конкурса патриотической песни прошел на сцене городского театра. Самое время доказать, что любовь к родине – категория незабываемая, особенно для человека творческого. Георгий Андреев уже несколько лет выступает с вокально-хореографическим ансамблем. В репертуаре есть и эстрадные песни, но особое отношение он испытывает к песне военных лет. Со всем сердцем отнеслись к этому конкурсу. Тем более в нем такая патриотическая, такая добрая тема, которая должна быть известна всем, и поэтому мы готовились со всей душой. Фестиваль проводится более 10 лет. С каждым годом участников становится все больше. На отборе 39 номеров. Это в общей сложности около 200 участников. Лучшие попали на галоконцерт. Три номинации – солисты, вокалисты, бардовская песня. Оценить талант участников оказалось не так просто. Подбор, да, действительно был жесткий. Жюри у нас беспристрастно подошло к этому фестивалю, и поедут нас представлять действительно ребята с большим талантом. Тематика песен, представленная на фестивале «Пою моё отечество» широка и разнообразна. Но прежде всего это подвиг русского солдата. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В номинации соло лучшей стала Анастасия Паншина. Лидерами среди вокальных коллективов оказались вокально-хореографический ансамбль «Надежда России», «Друзья» и хор «Черноморская волна». Победители представят город на зональном фестивале в Славинске-на-Кубани. Осторожно, самострой. Почти два года длятся судебное разбирательство по делу о сносе незаконного строения на углу улиц Азовской и Лермонтово. И в этом незаконном строении уже обустраиваются жильцы. В подъезде мусор, трансформатор гудит на весь дом. Новоиспеченные жители самостроя от комментариев отказались. Вопрос о том, знают ли они, что проживают в незаконном строении, жильцов не смутил. Так, я не буду комментарий задавать. Я не буду ничего. И с этого не могу. Все выходит? Даже признание права собственности на объект по суду не гарантирует подключение воды, газа и света. Ресурсоснабжающие предприятия могут отключить коммуникации в самострое. Газоснабжения в доме нет. Отапливаются квартиры обогревателями, а электрический кабель протянут по веткам деревьев. При первой же аварии жильцы вряд ли скажут, что у них все по-прежнему нормально. Администрации в апреле 2013 года было подано исковое заявление о сносе незаконного строения. К решениям суда в августе 2013 года в иске о сносе было отказано. В октябре того же года апелляционным определением данное решение оставлено без изменений. В апреле 2014 года администрации подана касационная жалоба и надзорная жалоба в Верховный суд Российской Федерации. В мае 2014 года Верховным судом Российской Федерации в пересмотре решения отказано. Администрация будет добиваться демонтажа незаконно построенного дома. Жители и гости курорта, покупая жилье в Анапе и сельских округах, могут обезопасить себя от обмана. Необходимо ознакомиться с документацией объекта. Список самостроев опубликован на официальном сайте администрации. С ним также можно ознакомиться в Управлении архитектуры и градостроительства. Далее в программе. Чем запомнилось и какими событиями отмечена эта неделя. Подробности в кратком обзоре. Кто не приехал в Анапу, многое потерял. На этой неделе работала 22-я международная туристская выставка «Анапа. Самое яркое солнце России». Более 240 участников представили свои экспозиции. Новое современное оборудование, новые услуги и продукция актуальны в преддверии курортного сезона 2015. Ароматные колбасы, свежая выпечка, современная мебель, высокотехнологичное оборудование. Предприятия потребительской сферы и услуг, санаторно-курортного и туристического комплекса выставили свои самые лучшие изделия и предложения. Быть лучшими значит делиться опытом и перенимать передовые наработки партнеров и конкурентов. 125 здравниц курорта «Анапа» рассказали о своих возможностях. К «Анапчанам» присоединились предприятия из Дравницы Сочи, Туапсе, Новороссийска, Ейска, Темрюка, Геленджика, Абширонска и других приморских городов. Познакомиться с предложениями приехали делегации из столицы Екатеринбурга, Смоленска, Самары, Воронежа и других городов России. Лечебная база нового поколения появилась в воинской части «Анапы». Такой полевой аэромобильный госпиталь поступит на вооружение медицинских подразделений ВДВ по всей России. Пока не есть только в медицинских подразделениях Ивановского и Новороссийского соединений ВДВ. Здесь есть все – терапии, рентген, аппараты ультразвукового исследования и анализа крови и дефибрилляторы. Даже в экстремальных условиях здесь медики способны провести серьезные операции. При разработке современного медоборудования был учтен опыт работы военных медиков ВДВ в боевых условиях. Оборудование легко можно десантировать и подготовить к работе на любом рельефе и при любых климатических условиях. Необоснована завышенная стоимость продуктов и социально значимой группы товаров – повод для обращения в прокуратуру. Задача надзорного органа – принять меры и сдержать рост цен. Связующее звено в этой работе – муниципальные власти. Информацию в единую картину собирают 16 мобильных групп. Они проводят мониторинг в продовольственных магазинах, крупных торговых сетях и аптеках. Ежедневный доклад с результатами проведенной проверки ложится на стол главы Анапы. Обо всех случаях необоснованного завышения цен медленно сообщают в прокуратуру. Торговые точки, где собственники накручивают цены, проверят повторно. Альтернатива торговым сетям – муниципальные сельскохозяйственные рынки. Торговые места участникам ярмарок администрация предоставляет бесплатно, а потому вправе требовать, чтобы цены не кусались. Расширение ассортимента, активное привлечение к торговле местных производителей – все это будет способствовать оздоровлению ситуации. На ринге подростки. На базе детско-юношеской спортивной школы номер 3 состоялись отборочные соревнования по боксу среди школьников. Приняли участие 18 спортсменов. Перед ними стояла непростая задача – в жесткой конкуренции стать лучшими и получить шанс попасть на первенство Краснодарского края по боксу. В соревнованиях принимают участие 18 человек. Среди спортсменов есть начинающие и те, кто уже успел достичь результатов. Данил Мохов уже три года все свободное время посвящает боксу. К отборочным соревнованиям готовился серьезно, до автоматизма отрабатывая приемы. Долго, упорно, тренировки практически каждый день. Спортсмены должны выстоять три раунда по полторы минуты. Внимательно наблюдают и изучают тактику ведения боя с соперниками. Перед боем немного мандрашивает, когда в бою чувствуешь, как чтобы победить. Турнир стал одним из этапов формирования сборной, которая уже в конце месяца отправится на краевые соревнования в Новороссийск. Ребята все хорошие, уровень бокса в городе очень высокий, поэтому отобрать непросто. Тренерский совет и федерация бокса в конце отборочного тура примут решение, кто представит сборную города на первенстве Краснодарского края. Пятница 13-е. Для одних это фильм ужасов, для других пугающий своим мистическим сочетанием дата. А для тех, кому пришлось родиться в такой день, сплошное удовольствие. Главный специалист по взаимодействию с органами ТОС Елена Громовая сама кого хочешь напугает. Она из тех, кто всегда готов бороться за порядок, благополучие и благоустройство в микрорайонах города. Не случайно с золотым юбилеем уже с утра ее пришли поздравить коллеги. Они точно знают, как отразилось 13-е число на характере этой неугомонной женщины. Она необыкновенный человек. Она очень добрая, очень отзывчивая, очень умная, с которой легко нам работать. И никогда в своей помощи не отказывает. Она настойчивый человек в своих начинаниях и доводит их до конца. И как командир она вместе с тем и добрая, и требовательная. С этим человеком можно пойти и в огонь, и в воду. В любое время суток на этого человека можно положиться. Так что пятницу 13-го числа можно сделать по-настоящему счастливой и радостной самою своей судьбой. Пятница 13-я меня не пугает. Потому что, ну, может быть, и есть какая-то мистичность в этом. И не первый раз у меня выпадает день рождения на пятницу 13-е. Но я хочу сказать, что согласно вот китайским, японским, как бы, толкованиям пятницы 13-го, это значит, что человек, рожденный в этот день, или хотя бы день рождения, если приходится на пятницу 13-е, это человек, который несет в мир позитив и любовь. Елена Николаевна отлично знает людей в городе и районе. Точно знает, кто и на какие великие дела способен, и умело их на это организует. Ее можно смело назвать душой управления организационной работы и зажигалкой всех добрых дел. Таких всякой там чертовщиной не напугаешь. А вот как к этому дню относятся анапчане, мы решили узнать, выйдя на улицы нашего города. 13-е число для нашей семьи – хорошее число. Все вот такие какие-то события в нашей семье проходят, попадают в это число, и все хорошо заканчивается. Пятница 13-е, пятница 13-е. Вообще, по идее, это страшный день, по идее. Многие говорят, что это пятница 13-е. Для меня пятница 13-е – хороший обычный день, прекрасный. Я собиралась с подружками уже покраситься, там, макияжем. Верю и не верю, как бывает. Иногда бывают плохие вещи, иногда даже случается удача какая-нибудь. Таких дней может быть несколько в году. В 2015-м пятница 13-е выпадает сразу на три месяца – в феврале, марте и в ноябре. И это все новости на сегодня. Партнер программы – производственное предприятие «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте и в социальных сетях. А далее вы узнаете прогноз погоды на субботу и воскресенье. Я с вами прощаюсь. Приятных вам выходных и до встречи. Здравствуйте! В студии Наталья Змозгова. Синоптики обещают нам теплые выходные. Вдвойне тепло будет в субботу влюбленным. День Святого Валентина, признание и ласковые объятия согреют лучше любого солнца. А солнце, кстати, порадует. Не ожидаются солнечные и ясные. Самое время прогуляться по набережной или сходить в гости к близким. Даже небольшой ветер не испугает вас в эти дни. В хорошую погоду самое время посетить офтальмологическую клинику ТРИЗЕ и сделать комплексную диагностику зрения на самом современном оборудовании. Какая бы погода ни была за окном, пусть в вашем доме она будет неизменно хорошей. Считаете, что раньше вы видели лучшее? Самое время посетить врача-офтальмолога. Комплексная диагностика в офтальмологической клинике ТРИЗЕ. Мы расскажем все о вашем зрении. Запишитесь на диагностику в Анапском подразделении ТРИЗЕ по телефону 30 310 Крымская 242. ТРИЗЕ. 12 лет. Мы заботимся о ваших глазах. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Катя Соловьянова. Анапчанка. Комсомолка. Разведчица. Участвовала в боевых операциях против оккупантов. Была схвачена и казнена фашистами вместе со своими товарищами. В 1942-м. Ей тогда было всего лишь 20 лет. Мы помним. КОНЕЦ Редактор субтитров А.Семкин